Здравствуйте, дорогие огородники! Вот и закончился совсем огородный сезон на улице. Началась настоящая зима, выпал снег, и буквально с появлением снега пропала вся зелень. И, естественно, захотелось чего-то вырастить, но уже, наверное, можно это сделать только дома. И, как вы можете видеть, я сейчас вот встану. То есть я здесь уже посадил помидорки от черри небольшие, специально оконные, для выращивания около окна. То есть они супер детерминатные, очень низкие. Как видите, ничего не вытянулось. Вот прекрасные сеянцы, сейчас которые я и буду пикировать. Как пикировать, я уже говорил, но чтобы вырастить именно урожай, то есть емкости нам, конечно, нужны побольше. Вот примерно вот такие горшочки. Помидорчики у нас небольшие. И вполне хватает вот таких вот трехлитровых горшочков. Пикируем мы, как обычно, делаем отверстие. Вот, естественно, у нас здесь мы предварительно хорошо смачиваем, чтобы у нас все корешочки, нам их не порвать, когда мы будем доставать. Вот мы видим, вот прекрасная корневая система. То есть тоже это говорит о том, что под этими лампами развивается все. Ну и, естественно, еще плодородной земли. А вот мы наливаем водичку, туда у нас корешочки втягиваются. И спокойно мы уже сажаем. Сразу я сажаю в такой вот именно большой горшочек. То есть можно тоже делать, как бы делают двойную пересадку. Сначала распикировывают в небольшие, так сказать, емкости, вообще в маленькие, а потом, когда подрастают, уже распикировывают в более большие. Но я сразу решил уже в такие вот горшочки. Буду я выращивать 5 штук. Вот они у меня есть. Поэтому мы сейчас еще быстренько распикируем. Вот все мы распикировали. И теперь, естественно, ставим все горшочки под наш свет. Прошло 3 недели. Супер детерминатные. Вот они вот 5 штук. Вот за 3 недели, посмотрите, какие они выросли. И на некоторых томатиках уже появились даже бутоны. Вот на этом, например, точно вижу бутон. Фактически на всех. Они все ровненькие. Явились бутоны. Это вот под этими лампами. Смотрите, от окна свет не очень здорово им помогает. Самое интересное, что когда я начинал их сажать, то на улице стоял полметровый снег. Теперь он растаял весь, да, и опять тепло. Вот дожди. Сегодня он даже дождик был. Погода, в общем, свои чудеса щите делает. Как вы видите, наши томаты прекрасно развиваются. Сортик это специальный. Вот именно для выращивания у окна. Очень низкорослый. И мы можем здесь уже заметить, что у нас они уже даже зацвели. Вот первые цветочки у нас есть. Что нам надо сделать? То есть я сейчас хочу подсыпать земельки в горшочки. Поскольку они у меня не полные, то надо подсыпать немножко туда земли, чтобы увеличить корневую, площадь корневой системы, а соответственно, всего скорее увеличить будущий урожай. Для этого нам надо землю. Вот я приготовил очень хорошую, качественная земля. У меня она приготовлена. Нам надо ножницы или можно лезвием это сделать и удалить вот нижние листочки. Они тем более, что при отсутствии, на них уже меньше попадает света. И они у нас все равно немножко, так сказать, желтеют. Даже вот этот вот листочек, он будет мешаться, мы его удалим. Вот теперь у нас очень много места, ничего не мешается. И вот мы запросто можем добавить сюда грунта хорошего, качественного. и тем самым увеличить еще количество корней. Соответственно, которые будут питаться этим же качественным грунтом сверху. Верхние придаточные корни всегда дают очень хороший эффект. Это все равно так же, когда мы на улице выращиваем и эмульчируем, что у нас верхние корни как раз идут под мульчой и получают дополнительное питание. Отсюда тоже эффекция хорошая, лучше, чем если просто рыхлить землю. Вот. Таким вот образом мы один вот кустик подложили землю. Все. То же самое я сейчас сделаю с остальными и опять поставим их под свет. Сейчас я временно его просто выключил и поставим под мою подсветку. Вот мы продолжаем выращивать томаты под светодиодными лампами у окошечка. Естественно это определенный сорт. Супер детерминатные специальные томаты как бы для именно дома для выращивания у окна. Вот. Они прекрасно развиваются у меня. Как можно заметить уже много цветов и появились первые завязи. то есть где-то прошел у меня месяц с момента посева семян и вот через месяц у меня появились фактически первые завязи. То есть довольно-таки быстрое развитие идет. Я надеюсь что к Новому году еще остался целый месяц к Новому году может получу даже первый урожайчик небольших конечно они томатики этого сорта всегда мелкие как черри даже может чуть-чуть мельче но они сладкие вкусные можно их использовать для украшения новогоднего стола и даже для приготовления некоторых интересных салатов. Что я делал чтобы развитие продолжалось как бы шло нормально во-первых надо конечно следить за влажностью почвы и регулярно довольно-таки поливать поскольку нельзя чтобы у нас земля пересыхала вот и раз в две недели все равно я удобряю эти томатики гуматовым удобрением вот оно это не минералка в чистом виде то есть удобрение как бы экологичное такое то есть вполне не вредит свойствам самих помидор в котором есть микроэлементы и как бы азот фосфор и все что надо что уже может не хватать в грунте в таком объеме то есть объем все равно не настолько велик чтобы он мог постоянно поставлять как бы все полезные вещества для именно полного цикла выращивания томатов если бы мы выращивали рассаду то естественно никаких удобрений я бы и применять не стал то есть земля довольно плодородная и ей бы хватило плодороди для того чтобы рассада была замечательной и крепкой что я делал неоднократно а здесь приходится все равно немножечко применять вот такие экологически чистые можно сказать удобрения вот на этом все пока будем ждать урожая и уже покажем вам надеюсь нормальный урожай который можно вырастить под светодиодными лампами даже в начале зимы когда сейчас именно свет от окна фактически нет можно сказать что окно это так как дополнительное какая-то может быть 2-3 часа в день дополнительный светик иногда пробьется а иногда и стоит когда пасмурная погода как сейчас то и света можно сказать что вообще нет фактически рост происходит только за счет светодиодных ламп освещения именно таковое и как можно увидеть прекрасно чувствуют себя томаты очень много завязей вот на буквально на всех кустах прямо гроздьями конечно томатики маленькие вот не знаю успеют ли они хоть одна покраснеть к новогодним праздникам но может быть если уж не к самому новому году то по крайней мере где-нибудь к рождеству или к крещению я думаю точно какой-нибудь томатик покраснеет и вы это конечно увидите итак мы продолжаем выращивать томаты именно комнатные сорта вот один из кустиков который уже начинает у меня краснеть конечно к новому году я не успел надо было высадить их пораньше фактически на месяц сейчас у нас 12 уже января они только-только начали у меня краснеть мои кустики но помидорок завязалось много вот здесь гроздочки здесь довольно-таки много помидор конечно они меленькие конечно они не такие как летом но вы сами можете представить это именно середина зимы самые короткие дни то есть только благодаря подсветке фактически даже окно у меня не помогло поскольку стоят сплошные пасмурные дни свет с окна очень-очень слабенький рассеянный то есть жалко было бы хорошо если было еще побольше солнечных дней они бы росли конечно получше поскольку даже эти лампы они все равно не рассчитаны на полный цикл то есть солнышко все равно было бы неплохо еще бы добавлялось но пока вот так вот что я естественно делаю поскольку в таком горшке какая бы плодородная почва у нас не была все равно не хватает у нас как бы вещество для того чтобы куст развивался очень хорошо поэтому мне приходится немножко раз в две недели я подкармлив вот таким вот гуматовым удобрением оно фактически натурально делается из сапропеля озерного вот можно сказать разведенный поэтому то есть химии тут фактически никакой нет и ничем мы томаты не испортим но подкормка это помогает конечно росту нашему томату если мы поливали бы чисто только одной водой то все равно бы как бы полезных веществ и всех минеральных веществ которые необходимы кусту не хватило вот будем ждать дальнейшего покраснения чтобы уже показать вам конечный результат и сбор урожая рассказать о вкусовых качествах этих томатов вот наконец-то у меня большинство томатов именно большинство плодиков созрело как вы можете видеть вот красные целые такие гроздочки и сейчас мы уже начнем их употреблять и так как говорится для до такого созревания у меня прошло почти 4 месяца без недели 4 месяца с момента посева семян поэтому чтобы мне получить надо было хотелось к новому году надо было просто посеять их в сентябре то есть я учту и на следующий год к новому году посею их в сентябре посмотрите какие красивые кустики то есть на новый год можно даже как бы один из кустиков поставить на стол его еще как-то украсить под новогодний наряд вместо игрушек у нас будут очень вкусные сладкие помидорки которые можно будет срывать с куста и кушать вот на этом я завершаю как говорится видео про выращивание комнатных томатов на окне все до скорых встреч